Студенты, школьники, преподаватели и даже обычные жители, которых просто интересует экономика. Всероссийский экономический диктант пишут те, кто неравнодушен к финансам и грамотному управлению ими. Тема масштабной образовательной акции – сильная экономика, процветающая Россия. Цель диктанта – проверить уровень экономической грамотности россиян. Проверить свои знания мог любой желающий. Достаточно было просто подать заявку и зарегистрироваться. Молодежь в каком-то смысле даже больше в этом сфере развита, чем более взрослые населения. Все потому, что им будет интересно, какие возможности потенциальные есть вокруг. И самое главное, что они его легче воспринимают. В Владивостоке в экономическом диктанте приняли участие более 300 человек. Половина из них – студенты экономических специальностей. По результатам сегодняшней акции, говорят организаторы, станет ясно, вводить ли экономику как обязательный предмет в школьную программу и в программу единого государственного экзамена. Конечно, это здорово. Для разных категорий населения это разные ценности. То есть для школьников это найти точки своего развития, куда им следует дальше двигаться. Для, допустим, служащих, предпринимателей или работающих – это проверить свой уровень знаний. Так ли они понимают экономические процессы, которые происходят вокруг них. Проходил диктант в форме теста и продолжался час. Задания были составлены для разных возрастных групп. Для школьников попроще. Студенты отвечали на более сложные вопросы. О результатах диктанта участники смогут узнать после 25 октября. Итоги опубликуют на сайте Вольного экономического общества. А уже в ноябре все желающие смогут написать еще один диктант. На этот раз – географический. Светлана Садова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.